Без слова это просто синяя плоскость, но слово укладывает эту синюю плоскость постепенно в горизонтальную поверхность, по которой в сущности идет какое-то движение воды, движение куда-то вверх, вдаль вернее. Вот. То есть понятно, что само слово оказывается тут, по сути дела, единственным персонажем. «Черный вечер, белый снег» – это фраза Александра Блока, собственно, первая фраза его поэмы «12». Я очень эту фразу как-то люблю. Я думаю, что это действительно совершенно замечательная фраза, которая очень много выражает. То есть, на самом деле, если эту фразу внимательно слушаешься в нее, рассматриваешь ее, то она оказывается совсем не такой простой. Вот, на первый взгляд, это очень простая фраза, и именно замечательная тем, что она тоже разговорная. Она прямо не литературная, нет этой литературности совсем, книжности никакой. Это вот «Черный вечер, белый снег» – абсолютная речь, речь. И тем не менее, вот когда… Не то, что тем не менее, а именно благодаря этому, когда внимательно всматриваешься, вчитываешься, то оказывается, что там совсем не так просто. Вот, это фраза как бы из двух частей. Первая – «Черный вечер», «Черный вечер», «Два чер» – симметричных, «начало» и «конец», «Два чер», «Черный вечер». Вот сразу возникает, между этими двумя чер возникает явно такое напряжение, чернота, напряжение, какой-то тревоги. Вот сейчас что-то произойдет. А дальше вдруг наоборот. «Белый снег» – как бы все мягкое такое, белое. «Белый снег» – «Е-МЕ-ЛЕ-НЕ». И вдруг в конце «Г», «Белый снег», «Г», «Г», «К», в конце как совершенно чужой звук, как выстрел, как выстрел. Для меня эта фраза – это образ всей поэмы, это образ, если хотите, революции вот этого времени. Я пытался выразить вот это напряжение, во-первых, пространственной борьбы белого и черного между собой, но одновременно вот эта такая симметричная фигура, из которой вдруг выскакивает вот такой чужой как бы ритм. Вот этот звук «Г», он как рука с револьвером. Он вот так в моем представлении был. Вот. Ну, можно дальше, да? Ну, здесь как бы все вот перевертывание смысла. Вот то-то и оно. То есть вы думали одно, а это оказывается совсем не так. Вот как бы на маленьком «о» посередке все…